Братья в наше время, субхану, попрошайничество имеют такую форму, даже люди, может быть, не подозревают, что это попрошайничество. Как, допустим, многие блогеры, которые пишут под своими блогерами, особенно так называемые исламские блогеры, поддержите наш проект. Раньше говорили, подайте, подайте, подайте нам и так далее. Барак Луфик был такой цирк на колесах. Выступал, ехал в цирк, в тебе там садились какой-нибудь там жонглер, допустим, какой-нибудь силач там, кто-то там ходил, канатаход и так далее, и тому подобное. Они приезжали в города, выступали, потом ложили свои шляпы и говорили, что подайте нам, подайте. Сейчас то же самое, просто этот цирк на колесах перешел куда? В интернете называется как блогингом. Тот же самый цирк на колесах, как блогинг. Так или не так? Раньше люди говорили, вау, когда человек по канату ходит, а сейчас говорит, вау, когда спецэффекты вставляет куда? В свой блогинг. А потом внизу пишут, что подайте нам, такими словами, поддержите наш проект, поддержите наш проект. Особенно, субханаллах, обидно, когда эти так называемые блогеры позиционируют себя как преподаватели шариатских наук, а снизу пишут, поддержите наш проект, это самые настоящие попрошаки, у этих людей бараката не будет. Вот видите, пройдут годы, эти люди просто-напросто исчезнут. То есть никогда не будет, чтобы в нашей общине или же в нашем даже русскоязычном мире появился человек, алим из ульама, который бараката много-много лет писал у себя под видео, поддержите наш проект, и попрошайничал на саллах, аля афу, аля афи. Ва ля ягда линсан ля ахад, то есть ля шакан нагаза холикун набиль. И нету с вами, то есть для таких людей лучше идти зарабатывать, дрова рубите, или грубо говоря, собирайте, я не знаю, бутылки собирайте, я не знаю, это намного лучше будет, издавайте эти бутылки, лишь макулатуру на улице собирайте, это намного лучше, чем то, что вы делаете под лозунгом, каким? Блогинг и так далее и тому подобное. Вот на это указывает этот хадис. Ходить собирать бутылки, собирать макулатуру, собирать железо и так далее и тому подобное. Завайте это намного лучше для вас. Это намного лучше для вас, саллаху аль мустоан. Ва ля ягда линсан ля ахад. Человек не должен унижать себя перед кем-то. Ля язиль, не преклоняться лягу перед кем-то. Ва ля ягда ля куль минкас бияди. Он должен зарабатывать или же кушать из того, что заработали в Роке. Будь это торговля, аусанати, или же производство, аухарфи, или же посев. Каля лау тааля. Всевышний Аллах субхан таля писал верующих, сказав. Ва харуна ядрибуна филарда ябтагуна минфадлиля. А другие же странствуют по земле в поисках милости Аллаха, то есть в поисках заработка. Ля ясалюна сачай, то есть не попрошая ничего. Братья, обратите внимание, варак лауфикум Всевышний Аллах субхан таля уже много разных аятов прочитали, где Всевышний Аллах субхан таля заработком назвал как? Фадлюлла, фадлюлла, милость Аллах, милость Аллах. И в этом, братья, намек людям, чтобы люди связывали свои сердца с Аллахом при заработке. Не так, как говорил Корун. Инна маутиту аля альмин инди. Вот эти богатства по причине знаний. Сейчас появляется самое удивительное. Ладно, это безбожник, атеист. Приходит тот, кто позиционирует себя как мусульманин, совершающий пятикратную молитву и говорит, три причины стопроцентного успеха. Как стать миллионером и так далее, и там подобное. И нигде не упоминает о том, что это от Всевышнего Господа, субхан таля, привязывает людей к причинам. У нас это отдельная тема будет разбираться, когда мы будем об этих и подобных этим людям, мы будем говорить, разбирая тему единобожия вопросов и ответа, главу. не предавайте Всевышнего Господа, с товарищей, не предавайте Всевышнего Господа, с товарищей. Мы там будем разбирать, барак лауфикум, тему, то, что в наше время называется философия энергии, и поговорим об этих так называемых мусульманских и немусульманских блогерах, которые нас, напрямую призывают людей день и ночь к ширку, предавайте Всевышнему Господу, товарищи, сами того не чувствуя. Аллаху аля.